Всем привет! Добро пожаловать на канал Аква Информация. Ставьте лайки и обязательно подпишитесь. А сегодня мы с вами поговорим о настое коры дуба. Чем же он полезен, а также вреден ли он вообще. Давайте начнем с того, как же я делаю настой. Я беру литровую банку, насыпаю в нее 5-6 столовых ложек коры дуба и заливаю кипяточком. И ставлю в темное место на 3-4 дня, чтобы насытился наш отвар. Потом при подмене заливаю в 100-литровый аквариум 1 литр этого настоя. Да, вода может сильно окраситься, но с подменами это все уйдет. А теперь перейдем именно к плюсам и минусам этого отвара. Первым значимым плюсом отвара из коры дуба является то, что он является бактерицидным. То есть, очень подходит для профилактики болезней рыб. А если рыбки уже заболели, то кора дуба не поможет. Нужно уже лечить более профессиональными средствами. Также кора дуба является противогрибковым средством. Если у вас отневестилась рыбка, то можете добавить кору дуба и грибок вам уже не страшен. Но еще, наверное, к плюсу я отнесу то, что к отвару из коры дуба рыбки относятся нейтрально. То есть, он на них пагубно никак не действует. Не знаю, плюс это или минус, но кора дуба понижает pH. Ну, чтобы понизить там на единичку хотя бы pH, нужно влить на 100 литров около 5 литров настоя. Потому что очень тяжело понижать именно корой дуба pH. Также минусом является то, что очень сильно красит воду наш раствор, наш отвар. Но некоторым аквариумистам все-таки нравится такая вода коричневатая, потому что в ней рыбки смотрятся как-то необычно, гармонично. Также минусом является то, что через такую воду очень сложно свету пройти до растений. Поэтому это больше минус, нежели плюс.